ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ларин ведет себя на удивление скромно, звезду не включает. Даже к интервью с нами подготовилась. Привет! Кадыла! У вас очень круто. Все такие дружелюбные, мне улыбаются. Я люблю таких людей. О том, что Россию в этом году на Евровидении будет представлять Дина Гарипова, Ларин, конечно же, слышала. До Швеции долетел даже скандал, связанный с песней What If. Авторов обвинили в плагиате. Композицию Гариповой назвали точной копией и песней Сары Коннор. И польской звезды Госси Анжиевич. Сказать свое авторитетное мнение мы попросили и Ларин. Они действительно похожи. Может, это, конечно, совпадение, но эти две песни очень похожи. Но прослушав композиции Дины, Сары и Госси еще раз, звезда Евровидения выносит другой вердикт. По ее мнению, песни все-таки отличаются друг от друга. Бывает такое, что услышишь мелодию, и затем она постоянно крутится у тебя в голове. У Дины хорошая песня, и она совсем не похожа на другие композиции. Мнение Ларин разделяют даже те, кого так пытаются столкнуть лбами с Диной. Сара Коннор разместила заявление у себя на странице. Песню Гариповой не слышала, но претензий к нашей певице не имеет. Пока ничего не могу сказать об этом видео. Я желаю ей только победы, и думаю, ее песня очень хорошая. Вот и польская звезда Госси Анжиевич тоже подавать в суд на россиян не собирается. Я посмотрела клипс, и вы знаете, песня Дины меня удивила. Наша композиция в чем-то похожа. Но когда я несколько раз послушала ее песню, то поняла, ее мотив и мелодия все-таки отличаются от композиции, которую пою я. У самой Дины об обвинениях в плагиате даже времени нет подумать. Каждый день расписан по минутам. Вчера я была в Питере, до этого я была в Амстердаме, до Амстердама я была в Бельгии, до Бельгии я была в Риме. И вот как-то примерно все в таком темпе у нас и продвигается. Дина сейчас колесит по миру в рамках промо-тура, и везде ее встречают на ура. Что же касается разговоров о плагиате, то кому-то, по мнению Дины, просто нечем заняться. Если нашли какое-то сходство, вполне возможно, но я просто уверена, что люди, которые это написали, они в это душу вложили. И ни за что не поверю, что они прямо сидели там и вот списывали, вот с чего взять. С нетерпением ждут начала конкурса и желают Дине удачи на Евровидении. Дима Бакеев, Андрей Минкин и Яна Горн. Ньюсблог МТВ.